Добрый день, друзья! Сегодня готовим сочную и нежную свинину по-французски. Для приготовления этого блюда берем вырезку. Если есть пленка, обрезаем ее. Это блюдо беспроигрышное, оно получается всегда очень-очень вкусное и готовится недолго. К тому же, такая свинина подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина. Теперь мясо нарезаем на кусочки толщиной полтора-два сантиметра. Далее мясо отбиваем. Я отбиваю только с одной стороны и делаю это в пакете. Так и кухня чистая, и доска, и молоток. Кладу в пакет два кусочка свинины и слегка молоточком их отбиваю. Прикладывать усилия не нужно, мясо должно остаться не сильно тонким. Свинину раскладываем на доски, солим и перчим с двух сторон. Берем форму для запекания и смазываем растительным маслом. Я использую масло в спрее от фирмы Гиттуа с удобным носиком для распыления. Выкладываем в форму кусочки свинины. Нарезаем лук на кольца. Толщина должна быть средняя. Помидоры режем кружочками. Если помидоры большие, разрезаем кружочки пополам. Также нам нужен еще сыр. Я советую брать моцареллу. Этот сыр нежный и легко расплавляется. Кстати, с ним идеально делать и пиццу. Сыр нарезаем на кусочки. По желанию можно, конечно же, и натереть на крупной терке. Ну что же, у нас все ингредиенты подготовлены. Приступаем к сборке блюда. Кусочки мяса смазываем майонезом. По желанию можно взять и сметану, но мне нравится вариант с майонезом. Далее на свинину выкладываем колечки лука. На лук кладем помидоры. На помидоры выкладываем сыр. И сверху сыр посыпаем сухим майораном. Специи можно менять и подстраивать под свой вкус. Идеально подойдет еще сухой базилик и орегано. Блюдо уже выглядит очень ярко и аппетитно. Отправляем его запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут безумно ароматное и вкусное блюдо готово. Подаем его на стол сразу, еще горячим. Можно подавать в той же форме, где оно запекалось, а можно переложить на тарелку. Сверху свинину присыпаем любой свежей измельченной зеленью. Блюдо выглядит шикарно. Свинина получается сочной и нежной. И готовится недолго. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Я люблю видеть вашу отдачу. Я всегда читаю ваши комментарии. Спасибо за все приятности, которые вы мне пишете. Готовьте вместе со мной. Впереди много еще очень интересных и классных рецептов. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok